На совещании с главами городских и сельских поселений первым вопросом председатель территориальной избирательной комиссии Великоустюгского района Светлана Полицинская сообщила о необходимости переформирования участковых избирательных комиссий в связи со стечением срока полномочий предыдущих составов. Комиссии будут формироваться на основании предложений политических партий, собраний избирателей и общественных организаций. У нас с вами задача, конечно, поработать от собраний избирателей людей, найти участковые избирательные комиссии, но также просьба поработать и с политическими партиями. Рассмотрели изменения в законодательстве, касающиеся органов местного самоуправления. Еще раз обсудили вопрос передачи части полномочий по правовому обеспечению от поселений на уровень района. Это вызвано нехваткой специализированных кадров для юридического сопровождения деятельности органов местного самоуправления. В связи с тем, что четыре поселения у нас уже приняли решение о передаче полномочий. На майскую сессию мы вносим данные вопросы о принятии полномочий, сделали предварительные расчеты межбюджетных трансфертов. И в связи с тем, что количество поселений небольшое, то время, конечно, возрастает по межбюджетным трансферам. Чем больше поселений будет передавать полномочия, тем эта сумма будет меньше. И, естественно, нужно такую, чтобы она была для бюджета посильной. Начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД Ольга Оншина рассказала главам об особенностях трудоустройства иностранных граждан. Этим людям необходимо иметь ряд документов, чтобы работать не территории нашей страны. Еще один немаловажный факт, на который стоит обратить внимание, при приеме на работу всех тех трех категорий граждан, которые имеют разрешение на временно проживание, вид на жительство липопатент, работодатель в обязательном порядке должен предоставить при заключении трудового договора в течение трех рабочих дней уведомление о заключении трудового договора. В конце совещания традиционно заслушали информации и объявления. Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин заострил внимание присутствующих на повышенную готовность и контроль ситуации в связи с пропуском ледохода. Екатерина Елена, Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.